Приветствую вас! Ну, знаете, начнем, пожалуй, с того, что спортивная одежда, она может как раз и отчеркивать вашу фигуру, как и джинсы, и, в общем-то, это может вам только еще больше провоцировать мужчин на то, чтобы обращать на вас внимание. Поэтому выбор, конечно, джинсов и вообще обтягивающей одежды не самый лучший, если вы хотите снизить градус интимного напряжения по отношению к себе. С другой стороны, как бы вы ни оделись, там, не особо играет роль, потому что мужчина, он чувствует, просто чувствует на уровне животных интимных, кто тут далеко не всегда играет роль, именно внешняя составляющая. Вот, значит, основной ваш вопрос заключается в том, что вы хотите серьезного мужчину, и как вам реагировать на оценивающие взгляды и намеки на секс? Первое, с юмором. Пожалуйста, это самое-самое главное. Да, мужчинам всегда людям интим. Да, с интимом всегда практически все начинается. Но, если вы будете принимать ухаживание, и если вы будете, ясно на этом, если вы не будете серьезно воспринимать то, что вам они говорят, если вы не будете воспринимать это как что-то плохое, а если будете, ну, как бы, грамотно, но безболезненно для мужчин их осаждать, оглаждать, и так далее, и, в общем-то, будете стараться общаться с ними адекватно, то, я думаю, что интим рано или поздно все равно отойдет на задний план, понимаете? То есть, тот, кто вы интересный собеседник, тот, кто вы умеете ощутить, для них на начальном этапе не важно. Потому что любой мужчина, как правило, хочет интимно-оскоративой женщиной, и это нормально. Это нормально. То есть, не нужно их на это винить, не нужно говорить, не нужно думать, что это плохое. Это хорошо, это нормально, это приведет к здоровью, это вообще-то инфинкция, с инфинкция никуда не деться. Но, чтобы это не принимало совсем уж седовищные масштабы, вам нужно просто научиться грамотно к этому относиться. Я уже сказал, что просто-напросто адекватно реагирую. То есть, если мужчина, например, делает вам намерки на секс, вы ему улыбаетесь, смеетесь, хлоп, подходите к нему, хлопаете по плечу и говорите «Воу-воу, успокойся, успокойся, что ты так разволновался, пойдем лучше кофе попьем». Ну, или так, вот как бы так, понимаете. Это нормально. Нужно показать мужчине, что вы не хозя, что вы не против секса. Но, это всему свое время. И что, если мужчина будет с вами вести себя адекватно, если он будет готов там ради вас, для вас, действительно терпеть, пить кофе, да, как я сказал, то в этом случае, в этом случае, вы, может быть, с ними сблизитесь. А пока вы будете сблизяться, он научится вас услышать. Он научится вас слышать. Он привыкнет видеть в вас собеседника. Он привыкнет видеть в вас человека, умеющего шутить. Он привыкнет видеть в вас кого-то еще, помимо сексуального объекта. Но для этого нужно время и сексуальное влечение – это хороший мотив для того, чтобы человек вас получше узнал. Ну, вот вы привлекаете его, он квартирница, хочет проводить с вами время. Но вы не девушка легкого поведения, чтобы бросаться на первом свидании в постель. Правильно? Правильно. И вы таким вот сразу скажите, если он намекает вам на секс довольно быстро. то я что, девушка легкого поведения, она вам скажет нет, 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 конечно, нет. И вот так вот. Так вот. То есть нужно, об этом нужно говорить. О том, о том, на что вам намекают мужчины. Об этом нужно разговаривать. Об этом не нужно стыдиться. Этого, хотеть этого. Нормально. Наоборот. Было бы странно, если бы мужчина не хотел, да? Вот это. Ну, показатель не здоровья мужчины, да? Наверное. Как вот вы сами думаете? Как вы сами считаете? Показает ли это здоровье мужчины или нет? Вот. Ну, адекватно, адекватно и к этому нужно относиться просто. Вот и все. А если не можете, если адекватно относиться у вас не получается, если вы, например, что-то боитесь, или вы стесняетесь, или у вас, например, какие-то предвзятые отношения к интиму, то это уже скорее проблема вашего восприятия. Здесь нужно раздражаться по-другому. Возможно, вы пережили домогание, пережили приставание, там, и так далее. У вас осталась травма, вы этого опасаетесь. Вот. Но это нужно тогда пролечивать. А как? Да, все мужчины хотят интима. Все мужчины абсолютно. И у мужчины, естественно, возникает желание, когда он видит девушку симпатичную ему. Это нормально. Важно правильно его энергию направлять. Важно показать, что вы себя цените, что вы не гнушаетесь разговоров о сексе, но при этом секс для вас на определенном месте. И что мужчине нужно добиться определенного статуса в ваших глазах, чтобы он мог рассчитывать на это. Вот и все. Покажите мужчине, что вы знаете себе цену. Покажите мужчине, что вы свободны, откровенны, раскрепощены, но это не значит, что готовы отдаваться ему на первом свидании. Вот, в принципе, и все. Поэтому реагировать на это нужно спокойно, со смеком, с иронией и, в общем-то, не избегать тем, не тушеваться, не гнушаться и так далее. Но, естественно, обеспечивать это возможность у себя защитить в случае чего, потому что, ну, мужчины разные бывают, и кто-то может и приставать, и да-да-да, и вам нужно уметь себя защитить на этот случай. Тут либо самбо, либо бокс, либо баллончик, ну, то есть что-то вот такое. И нормально, совершенно нормально, об этом нужно общаться, нужно обсуждать и высмеивать, смеяться над этим, над этим и все. Потому что, ну, это же нормально, это же естественно. Если мужчина не хочет секса, и он вам не показывает, то это человек, который, с которым вам будет очень сложно. Вот. И вопрос, конечно, в том, хотите ли вы такого мужчину. Обязательно можно говорить о том, что понятие «серьезный мужчина», да, оно очень такое распыхчатое. А, то есть, что для вас «серьезный мужчина», где, по-вашему, такие вот «серьезные мужчины», ну, значит, проводят свое время? И с кем вы проводите свое время? Если у вас вообще время для того, чтобы знакомиться с мужчинами. Это вот тоже так мой отдельный вопрос. Если у вас есть четкие требования к мужчинам, то, соответственно, не подумать, где эти люди есть, где вы их можете встретить. А не так, что вы хотите серьезного мужчину, а сами в это время там знакомитесь только на улице или на работе, например. Это же тоже неправильно. Поэтому нужно скорректировать свое отношение на первое. Второе, скорректировать свои желания и возможности по поводу того, чего вы хотите. И все. И вот, когда у вас будет некая единая позиция по этому вопросу, то проблем нет. Проблем не будет. И последнее, о чем хотел бы вам сказать я. Смотрите, вы говорите, мне нужно серьезный мужчина. Зачем? Зачем? Вы в 24 года хотите строить уже серьезные отношения? Вы уверены, что готовы к этому? Вы уверены, что хотите этого? Если да, то для чего вы этого хотите? Почему вы этого хотите? Какие у вас ожидания к мужчине? Об этом тоже нужно подумать. Потому что нам это складывается ощущение, что у вас много завышенные требования к мужчинам и при этом некоторое принижение к тем, кто хочет с вами интима. А ведь от этого человек хуже не хуже не становится. Абсолютно. То, что он делает такие намеки, да, говорит о том, что вы привлекатель. Но вы же можете его научить. Главное, чтобы в нем потенциал увидел. Если вы видите, например, что человек хороший, интеллигентный, что он ведет себя тактично с вами. Да, но вот привлекаете вы его. Помогите, посмотрите по плечу, как я уже сказал, успокойте его, посмейтесь над этим, разрядите обстановку. И вы увидите, как человек будет вам за это благодарен. Если, конечно, он адекватный. Мы говорим про адекватных мужчин. Вот и все. А потом, ну, он будет вам предложить. Он может вам предложить, но мы же хоть пойдем ко мне. Но вы же можете отсказаться. Это же ваши права. А он мог хотя бы попытаться. В этом ничего плохого нет. Поэтому я думаю, что нужно воздерживаться от усложнения ситуации. И нужно относиться к этому как к естественному проявлению человеческой активности. Так же, как вы относитесь к людям, которые испытывают голод. Так же, как вы относитесь к людям, которые, там, не знаю, ходят в футболы и так далее. Это нормально. Это нормально. Абсолютно. Но просто к этому не надо относиться с юмором. В этом случае, я думаю, что это очень серьезно. Я полагаю. И вопрос в том, почему. Вопрос в том, как у вас складывался сексуальный опыт и сексуальная жизнь. Вот. Если у вас все хорошо, то тем более нужно относиться к этому с юмором и так далее. Если нет, то тут уже, конечно, ваши комплексы и какие-то противоречия, которые вы как бы проецируете на людей. На вашего мужчину, например. Ну, это опять же, это ваша особенность. Это ваша проблема. Не его. Поэтому, я надеюсь, что вы поняли мой ответ. И еще раз. Мужчина всегда хочет найти его. Это нормально. И в зависимости от воспитания, от культуры, человек либо сразу об этом говорит, либо постепенно. Но, как бы, время поднятия темы ни в коем случае не влияет на степень серьезности человека. Среди мужчины тоже хотят секса, и это нормально. Вот. Тем более, если вы, как говорится, привлекательны. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго. И удачи!